С 17 по 18 декабря на базе ресурсного центра по развитию исламского и исламовеческого образования Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета состоялся шестой международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Здесь находится ресурсный центр, координационный центр исламских исследований для Поволжья. Кроме этого, Казанский федеральный университет – один из образовательных центров России в области исламоведения, в области исламского образования и углубленного изучения ислама. С 2011 года форум является площадкой для выступлений и научных дискуссий между учеными, представителями мусульманского духовенства и государственными деятелями. Уже второй год подряд отличительной чертой форума является мониторинг религиозной ситуации в мусульманской общине. Однако, если в прошлый раз он охватывал Волгу в Уральский регион, Крым, Санкт-Петербург, Москву и Центральную Россию, в этом году представлен также анализ ситуации в других регионах России – Сибири и на Дальнем Востоке, а также в таких горячих точках исламского мира, как Ирак, Сирия и Пакистан. Об актуальности проблемы ислам в мультикультурном мире свидетельствует тот факт, что обсудить ее собрали специалисты всего мира. Не только из разных уголков России, но и из Армении, Казахстана, Египта, Марокко и других стран. Безусловно, особое значение придается этому вопросу в нашей республике, ведь в свое время именно в Казани зародилась школа исламоведения и востоковедения. На следующий год мы будем отмечать славный юбилей. В 1807 году была основана Казанская школа востоковедения профессором, христианом Мартином фон Френом. Мы считаем его одним из основателей. Казимбек, безусловно, большая плеяда ученых российских и немецких и из других стран приняла участь в создании школы. В 1855 году в Казанском университете было прекращено преподавание восточных языков. Профессора, преподаватели, студенты восточного отделения Казанского университета были переведены на факультеты восточных языков Петербургского университета. В итоге отделение восточных языков было восстановлено лишь в 1997 году. Наша страна богата не только культурным, но и межконфессиональным составом. На территории России проживают более 190 народов, в число которых входят не только коренные, малые и автохтонные народы страны. Каждый из представителей имеет свою культуру и религию, которая является самой сокровенной частью человека и дает ему возможность верить лучше, быть частью своего народа, несмотря на расстояние. Именно муфти-шеф Равиль Гинудин стал во главе движения от имени российских мусульман и мусульманских деятелей, что в многорелигиозном, многоконфессиональном, многонациональном государстве невозможно навязать видение только одной религии. Если мы не хотим скатиться очередной раз к конфликтам на гражданской основе, к непониманиям, к нарушению прав наших граждан и наших учащихся детей. Ислам един в своем многообразии. Это являются аксиомы, которые, тем не менее, далеко не все признают, в том числе и сами мусульмане, которые время от времени обвиняют единоверцев в ваххабизме, исламизме, терроризме и даже отлучают друг друга от ислама. Безусловно, исламовидение перерывает сейчас непростой этап. Однако за последние годы оно стало более живым и интересным. Не зря на форум съехалось более 150 участников со всего мира. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюс.